Тихо в голову, то дайте мне знать. Никакого на кредит не было. Продолжение и была попытка его улучшить. Построить нечто другое на кредит. И я как раз часть этой истории расскажу. Я думаю, многие уже знают, слышали о дебе, о направлении тысячи график. Знают, что это такое примерно. И слышали о том, что дебе хвалят за то, что он может быть потенциальным решением проблемы по штабированию случая. Но это не единственная причина, почему я выбрал деб. Почему это не остановился и не главная причина. Главная причина то, что в дебе доступ к въезду свободен. Объясню подробнее. В блокчейне для того, чтобы… В блокчейне каждый конкретный пользователь, вы как пользователь не имеете прямого доступа к въезду. Если вы хотите записать, добавить свою транзакцию, вы не делаете это прямую, вы идете через майнер. Вы отправляете свою транзакцию, дальше молитесь на то, что его деньги утримут и добавят въезду. То есть, это майнеры, которые реагируют то, что к въезду. Это майнеры, которые устанавливают правила, произвольные, как они хотят, о том, каким критериям должна выполнять транзакция, для того, чтобы попасть въезду. А у вас, как у пользователя, вы ничего не решаете, у вас нет никакого контроля, вы должны только лишь платить те комиссии, которые заплатно закладывают запросы майнеры, какими бы они не были, и вы все равно ничего не решаете. И эти майнеры, они взимают ту плату, которую хотят. Вы ничего не решаете, вы только платите им эти транзакции, эти комиссии, которые они запросы, они извлекают в ренту из ресурсов, которые имеют, как жирные свини, сидят на этих ресурсах, и извлекают в ренту. В январе 2018 года, как вы знаете, цена транзакции достигла 50 долларов, и вскоре после этого цена любого нарухнула, что можно сказать, что система там разбой. Система там разбой по простой причине. Мы забыли, что крипто для маленького человека. В Деге... Все иначе. В Деге каждый пользователь имеет прямой равный доступ к приезду. Он просто записывается в транзакции, в конец реестра, сам, никого не спрашивая, он имеет свободный доступ к приезду и всеми равный доступ к приезду. Нет никаких майнеров. И в Деге не только есть свободный и равный доступ к приезду, но есть, например, братство, которое заключается в том, что когда вы добавляете свою транзакцию, в поверхние юных добавляются новые транзакции, других пользователей, которые помогают цементировать ваши транзакции. Как вы видите, здесь вот это ваши транзакции, вы их включили в везд и те другие, а потом и новые уже ссылались на вашу транзакцию. Таким образом, люди помогают друг другу цементировать транзакции друг в Деге, чтобы они были коронены под большим словом других транзакций. Вот. Теперь в этой системе теперь у нас нет блоков, нет майнеров, нет какого-то руководства, нет власти ни у кого. В этой системе со свободой и равенством брата теперь как-то мы установим consensus, как мы все договоримся о том, что считать действительно состояние беда. И я, соответственно, этой проблемой задался в 2014 году, когда я впервые нашел глубоко интересоваться этой темой, и вот к какому дизайну вот он и я пришел, к какому дизайну процессуса в этой системе. Значит, это Дег. Здесь есть ряд транзакций, которые соединены друг другом. Если в блокчейне каждый блок ссылается на другой блок путем включения в себя хэша предыдущего блока, получается такая линейная структура, то в Деге каждая транзакция ссылается на ряд предыдущих транзакций, на несколько предыдущих транзакций, по тому же тому принципу, что блоки соединены в блокчейне, путем включения хэша предыдущих транзакций. Выход пользователей просто добавляет в свою транзакцию в конец депе, а потом в поверх нее другие пользователи добавляют свои, и таким образом она становится залетой в блокчейне. Теперь первая проблема, с которой мы столкнулись в этой системе, как нам гарантировать то, что новые пользователи, новые транзакции действительно добавляются в КМС. Здесь не рисовано, потому что люди в принципе свободны в том, в выборе родительских транзакций, на парень которых они добавляют свои транзакции. ничто не мешает добавлять транзакции все время полет каких-то старых транзакций, но если они это будут делать, это будет в пользу, потому что когда добавим транзакцию, она остается висящей, такое никому не интересно. Мы хотим, чтобы эти транзакции были подтверждены другими следующими транзакциями. Соответственно, как нам это сделать? Мы не можем просто потребовать, чтобы все добавляли свои транзакции в самый конец. поверх самых недавних транзакций которые вы видите. Потому что мы не можем это правило никак контролировать его исполнение. Потому что мы не знаем, что каждая нода видит. Мы живем в определенной системе, где синхронизация происходит с задержками. Все ноды видят немножко разные состояния реестра. мы не можем гарантировать, что все видят такое состояние и не можем видеть, какое состояние реестра видит каждая нода. Поэтому мы не можем просто передавать, мы не можем сделать это жестким правилом, что все ноды транзакции создаются в порядке самых недавних. Но мы можем сделать право. Антон, а мы так можем сказать физический смысл транзакции составляются на предыдущие и что это значит в предыдущем вопросов чаяния? Она физически и динамически связанной просто привязывает чисто формами. Транзакция это данные. это какие-то байки. Она ссылается означает, что она включает в себя среди этих данных есть хэш и ведущие транзакции. А хэш это магнатическая функция, которая из одних данных производит другие, но более компактно. И ее свойство заключается в том, что если мы меняем исходные данные подменяются и хэш и когда мы говорим, что транзакция скрывается на другую, это значит, что просто там есть разные данные, кто пописал, куда деньги переводятся, какие деньги откуда они берутся. И в списке этих данных есть еще и хэши в месяц и связаны в процессе и семиатрически они в процессе совершенно связаны просто вы берете вот есть поток конвертий это один из важнейших вопросов. И правильный вопрос насчет ссылок. Что гарантирует нам эти ссылки? Так же, как и в блокчейне, когда мы включаем транзакцию хэш предыдущей транзакции, то мы гарантируем, что предыдущая транзакция не может быть после этого изменена. Потому что если она будет изменена, то изменится все ее данные, изменится хэш, и хэш, на который мы ссылали следующие транзакции будет разрушен. Транзакция будет разрушена. И будут разрушены все следующие. Поэтому мы не можем взять какую-то вторую транзакцию или что-то изменить. Но мы будем присылать что-то другое. Мы просто не можем обладая большой мощностью можно полностью всю 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 переписать. Может быть сразу про технические, то есть опустить всю эту философскую вещь и сразу про технические. То есть как двойная трата защищается, как защищаться от переписывания полностью умеем. Давайте сначала решим проблему с тем, что мы стимулируем запись в конец, а не в ходу угодно, чтобы наш дель не вырос спешок во все стороны. Мы хотим, чтобы транзакции, которые вы записали, они не висели просто как последняя транзакция, чтобы все транзакции не были последними. Чтобы они кругом кругом накладывались. это нам необходимо будет еще для того, чтобы достичь консенсуса по порядку этих транзакций и избежать данных. Мы идем. Так, возвращаемся к правилам, которые мы не навязываем, чтобы это мы не можем использовать стимулы. Это мягкие правила, которые по сути означают, что если вы делаете все правильно, плывать то вы что от этой деятельности. И для этого в систему водятся деньги, которые соответственно стимулируют правильное поведение. Есть два способа стимулировать правильное поведение. Это комиссии и инфляции. в случае комиссии деньги просто перемещаются между пользователями. В случае инфляции печатаются новые деньги, которые распределяются тем, кто оказывает правильное поведение. Я выбрал комиссии для отеля по этой причине, что в теге если мы попытаемся стимулировать правильное поведение с помощью печатных новых денег, то мы можем создать нежелательные стимулы создавать больше и больше новых транзакций, скорее полезных и тогда мы не контролируем размер инфляции. В отличие от blockchain у нас нет какого-то понятного специального связанного транзакций я выбрал комиссии и система работает так. Когда создается новая транзакция, которая первой возьмет какую-то старую транзакцию она претендует на то, чтобы получить те комиссии, которые зарабатывают родительскую компанию. Это транзакция plaza, это транзакция получает, точнее, ее UAP. В этом случае мы получаем стимулы брать родителей именно с самых средних транзакций, понятно, что у них уже есть дети и кто-то уже забрал комиссии бесполезно пытаться собрать комиссии можно нацелить на самые свежие и с этими стимулами система должна расти в одной направлении, а не по состоянию. Здесь есть одна неоднозначность, потому что это dead у одной транзакции может быть несколько идей и так мы решаем полописные тезники. Для того, чтобы это решить, нам нужен порядок получения. глобальный порядок получения мы используем следующий способ. мы среди всех транзакций во всех транзакциях каждый из них имеет несколько родителей. Один один родитель. Мы среди всех родителей выбираем нету лучшего. как мы выбираем об этом пока не говорю, об этом поговорим позже. Давайте поговорим, что какой-то один из родителей будет лучше. И если мы в теге на минутку забудем обо всех связях с родителями который не лучший, а шерменные линии обозначены те, которые в связи с лучшими родителями, то наш тег превращается в более простую структуру в дерево. Здесь уже нет такого ботного крепления. И такая структура уже более простая и ее проще анализировать. Теперь если мы возьмем любую транзакцию на конце d и будем идти по ней по связям с родителями. Я напомню, что у нас слева более старая транзакция, с правой новой. С релочки это указатели на родителя. Мы идем по связям на лучшего родителя. Мы идем по цепочке, которая приведет нас в генезис транзакции. Эту цепочку мы называем главной цепочкой. Главная цепочка на свой взгляд для каждой транзакции. цепочки если мы идем отель транзакции на другое. Но заметим один факт. Откуда бы мы начинали идти в туалет главную цепочку. Возьмем дверь выдох. Мы всегда в нашей цепочке в какой-то точке сойдутся. И с этого момента они начнут идти. Теперь у нас есть с каждой транзакцией главная цепочка. И что важно, мы можем упорядочить все транзакции с точки зрения той транзакции из которой мы построим. Допустим, мы рассмотрим вот эту транзакцию. Из нее мы построим цель. Естественно, мы можем упорядочить все транзакции, которые находятся непосредственно на одной цепочке, начиная с генезиса. Генезис индекс 0, следующий один, как он бывает и далее. Но на основе мы можем подачать все остальные транзакции. Берем любую транзакцию, которая не лежит на родной спочке и находим любой путь, который ведет нас на родную спочку по связям родителей и которые ведут вперед в сторону U. Мы можем разными путями прийти в долговой цепочке, но мы выберем из них тот, который приведет к наиболее ранней, то есть с наименьшим индексом точке на точке. То есть, например, из этой точки мы можем пойти вот так, вот так, пойти вот так, вот так. мы можем выберем этот путь, потому что он придет более ранней точке. И вот индекс той точки , где мы до нее дойдем, раньше всего, это и есть индекс той транзакции. У каждой транзакции есть индекс народной цепочки main chain индекс и теперь мы просто можем порядочить все транзакции по индексу. Те, у которых больше индекса, они, соответственно, мы считаем, что они пришли позже, а у кого меньше, считаем, что они пришли раньше. На каждом индексе, естественно, несколько транзакций, между ними есть или нет частичный порядок, который следует из самой продукции деба. Если есть, то хорошо, то они уже непорядочны. Если нет, то мы вводим правила, что с меньшим фэшом считается более ранее. У нас есть глобальный порядок. Но это глобальный порядок только с точки зрения этой транзакции. если мы построим глобальный порядок с точки зрения другой транзакции, то он будет трудным. Однако, как мы заметили совсем недавно, мы строили этот порядок на основе главной цепочки. эти главные цепочки построены из разных точек сходятся. и начиная с какой-то точки начинают это значит, что глобальный порядок, который мы видим с точки зрения разных конечных транзакций, он будет одинаковым для более старых контакций. Они будут иметь одинаковые точки зрения в порядке старых контакций. Но их точки зрения могут расходиться относительно более слишком. Вот. Теперь это первые признаки консенсуса. Мы уже видим, что относительно старых транзакций мы о чем-то согласны. Чтобы это был полный консенсус, мы должны еще гарантировать пару вещей. То, что он расстегается в заработанное время, и то, что он необратим. то, что мы однажды упорядочили, те транзакции, которые мы считали, что непорядочен не так, они не переупорядочатся каким-то другим образом позже, когда появится новая информация. как мы это сделаем? Об этом мы поговорим позже, но для того, чтобы подобрать правильный критерий, как это сделать, мы рассматриваем еще одну проблему, о которой меня спрашивали, по проблемам решения того, что она нам даст руководство, как решать, как мы должны упорядочить популяризацию. Я напомню, что напомню, что порядок был основан на выборе лучшего родителя, и мы пока этот вопрос оставили в стороне, как мы это делаем, мы как раз перейдем к основе рассмотрения литератора, мы придем к правильному критерию выбора лучшего родителя. Итак, двойные траты. Мы ждем в игровом мире, где деньги это информация, и информация, в отличие от физических денег, может быть просто первым. следовательно, любой пользователь может, ну ничто ему не помешает сделать, создать две транзакции, которые тратят на ней те же деньги. И у нас должен быть способ с этими целью жить, как с какими транзакциями разбираться. Рассмотрим первый случай, первый пример, когда пользователь попытался два из тратить одни и те же деньги. Первый раз здесь, второй раз. В этом случае, как мы видим, между этими двумя транзакциями есть связь, которая их соединяет. есть родительские связи, которые позволяют перейти с одной транзакцией. Мы видим, что этот даблспайнер попытался нас обмануть довольно только можно, потому что каждый раз, когда мы посылали другую транзакцию, он заявляет нам о состоянии дебита, который он бил. Он послал эту транзакцию, значит, он подтверждает, что он бил эти и эти и валидировал их, значит, они соответствуют всем правам. Он бил родители, родители, транзакции и так далее. Он видит все транзакции, которые были до него. А дальше следующий свой даблспайнер. Он опять же подтвердил все транзакции, которые были до нее, в том числе свой предыдущий даблспайнер. То есть он как бы протворечит сам себе, все показывает, что он тратит от них лежит один раз. Всем это видно, и для всех понятно, простое правило, что вторую транзакцию можно просто сходить. А всем ли видно? Всем. Абсолютно, потому что эта транзакция подтверждает, что этот же пользователь стал этой транзакцией, которая тратит. параллельная свеча? А параллельная свеча? То есть про этот вопрос, как раз это более интересный случай, когда он сделал два даблспайда на параллельных пинках, которые друг с другом на деге связаны на деге на деге мы находимся в этом. Если мы были в блокчейне, а когда у нас был блокчейн, у нас были блоки, у нас были майнеры, то все решалось бы просто. Есть две конфликтующие транзакции, майнеры создает блок, он видит твер, он выбирает совершенно производитель какую-то одну из них, это его решение, и все, вопрос решен. Теперь мы в деге, майнеров нет, и мы должны решать этот вопрос, мы пользователи должны решать этот вопрос сами. Казалось бы, по большому счету безразличны, какая ли транзакция останется, какая будет ответ на то. Ну, может быть не всем, но подавляюшим качествам. Но это вопрос, который нас может разделить. А мы должны в конце концов прийти к тому, к тому же состоянию реестр, потому что те деньги, которые потратил этот товарищ, они перейдут к кому-то другому, он их потратит, потом их потратит следующий, и до кого-то они могут дойти. и понимать, из момент была правильная. Нам нужно иметь правила, на основе которых мы должны решать. В чем отличается блокчейн здесь? Если блокчейне многие вопросы можно было оставить на открытку к майнерам, они могли их решать, совершенно проявольно, как им хочется, то в итоге все пользователи вынуждены решать эти вопросы сами. И это можно делать только на основе общих для всех правил. То есть это больше правил, которые позволяют решать те вопросы, которые иначе бы решали этот момент. Вот. И еще один вопрос отстающийся двойной трат. Допустим, мы решили каким-то образом какая версия этого стенда в конце концов будет принята. Предположим, что это будет отвергнуто. Пока предположим. А теперь вопрос, что мы будем делать с теми транзакциями, которые образовались поверх отвергнутой. Что мы ну куда их делать. Как бы эта транзакция отвергнута или нет. Если мы пытаемся также исключить из региста отвергнуть всех твоих детей, мы не можем просто оставить исключить ее, потому что которые ссылаются на нее они включают ее хэш. Если мы просто удалим эту транзацию, то хэш ссылается. Следующая не существует и дальше будет лучше. если мы пытаемся просто удалить всю эту ветку, которая у насла поверх транзакции, которая была отвергнута, а люди, которые их создали, они не могли знать, что эта транзакция будет отвергнута, потому что это дэк, это распределённая сеть, здесь нет мгновенной синхронизации, они могли еще не знать о том, что есть другая дэк. Поэтому они совершенно без намерений строили свои транзакции подверг будущего допустим. Если мы их утвергнем, то что мы должны сказать эти пользователи, что вы удачники, ваша транзакция не прошла, попытайтесь еще раз. Но мой выбор был такой, что мы такого не можем сказать, потому что в нормально спроектированной финансовой системе пользователи должны иметь какие-то гарантии относительно того, что они получают от этой системы. Если они отправили транзакцию, абсолютно уверены, что эта транзакция не будет потеряна по каким-то независимым причинам. Они не могут быть наказаны за то, в чем они не виноваты. Поэтому решение этого вопроса мы должны оставить в теге. не не принимать те изменения состояния регистра, которые она хотела сделать. У нее есть на предыдущей другая транзакция, которая пыталась тратить те же деньги. те эффекты, которые хотела она произвести, она произвела. А эта транзакция просто мягкая созданная в приезде. Она место занимает, но те действия, которые хотела произвести, как она хотела выбрать состояние регистра. Погодите. Вот у меня есть тысяча рублей. Я эту тысячу рублей бумажку отдаю либо туда, либо туда. Я ее не могу раздвоить. Получается, из одной тысячи рублей могу две тысячи рублей получить. и эта информация сохранится. И оба правильные. Вы пытались это сделать. Пытались. А какая из них правильная? Какая из них правильная? Это как раз правильный следующий вопрос. Одна из них правильная. Естественно, только одна. Вы могли пытаться десять раз, но останется только один. А теперь как мы решаем какая из транзакций правильная. Допустим, были онлайн. В то время это все происходило. Мы в реальном времени видели, как добавлялись эти транзакции. Мы видели, как добавилось всякое транзакции. и другие и так далее. А потом в какой-то момент добавилось сердце почки. И мы вдруг видели, что эта транзакция конфликтура. Соответственно, поскольку мы прожили историю этой яркой ветки, то мы, естественно, склоняемся к тому, чтобы думать, что эта версия DoubleStand должна быть принята, а это первая. И то же самое думают все те, кто находились рядом с маленькими этажами тоже последовательности. Хорошо. Вопрос более-менее понятен для тех, кто онлайн. в этот момент. Теперь вопрос а что думать тем, кто в этот момент были влайн, а потом решились обратно в сети и начали догонять, начали проигрывать ту же самую историю, которую прожили три нет никаких гарантий, что они получат эти события в той же самой процедурительности, как видели их мы. Они могут раньше получить эту веку. И тогда они будут думать, что это более правильно. Поэтому нам нужны какие-то объективные критерии для этого выбора. Объективные то есть основанные только на том, что мы видим из самого дега, не из субъективной истории, которую мы прожили. Значит, на что мы можем опираться, что мы можем предъявить будущим поколениям как доказательство того, что эта ветка более объективная и более правильная. Предположим, что среди транзакций на верх есть транзакции, которые запостили какие-то известные пользователи, но которых мы знаем, что они говорят по праву. Amazon, Google, Twitter, Третьи доверенные лица получается? Типа доверенные лица, да. Они жили ту же самую историю, что и мы, и они засвидетельствовали эту историю для будущих Сколько нужно этих доверенных лиц? поколений. Вы задаете вопросы в следующем сайте. Это стандартные вопросы. Эти пользователи мы как раз естественно зовем свидетелями. Они засвидетельствуют историю для работы поколений. мы говорили, что эти пользователи есть, но кто они? Мы потребуем, чтобы каждый пользователь, когда он посылает свою транзакцию, включил в нее список из 12 свидетелей, которым он доверяет, на которых он упирается и имеет настроение правильной ветки. каждый поставит свой список 12 свидетелей. У меня он один, у вас он другой, у вас он третий. Каждый просто заявит свой. И 12. 12 – это число, которое достаточно большое, чтобы защититься от того, что какие-то из них окажутся оффлайн на какое-то время. И достаточно маленькое для того, чтобы действительно знать, кто это. Если их будут сотни, то вы не знаете, вы не можете знать 100 людей, которым вы реально доверяете. вон. Прошу зрителей. Теперь мы подходим к моменту, когда мы можем наконец формулировать алгоритм консенсуса. для этого для этого, как я говорил, нам нужно вернуться к выбору лучшего родителя, и для этого мы уже имеем руководство, на что смотреть, чтобы выбирать лучшего родителя. Поскольку лучший родитель определяет то, как пойдет главная цепочка, то, как мы видели, при решении проблемы делоспендов мы должны ориентироваться на ту часть тега, где находятся известные пользователи, которых мы с вами свидетелями. Для того, чтобы сформулировать, как мы выбираем лучшего родителя, нам понадобится еще пара индексов, которые мы присвоим каждой транзакции. Первый индекс, я называл его уровнем, это длина самой большой цепи, которая ведет от данной транзакции до индекса. то есть это количество транзакций, которые находятся между нами и генетисом, если мы идем по самым любимым. Это уровень. А второй индекс, он чуть сложнее формулируется, это свидетельский уровень. Строится он так. Мы начинаем наши транзакции и идем по связям лучшего родителя. Идем назад. И когда мы идем, мы замечаем, кто авторы тех транзакций, через которые мы идем, кто их запостил, кто их писал. И мы отмечаем те транзакции, которые запостили свидетели. Они здесь обозначены мукой фридовой. Мы идем назад, до тех пор, пока мы не накопим семь, то есть большинство из двенадцати свидетелей, уникальных. Если кто-то из свидетелей повторяется несколько раз, то он считает только один. вот здесь мы накопили семь свидетелей. Реально они не так часто идут, тем не менее. Накопили семь свидетелей, дошли до этой точки и смотрим уровень этой точки. Уровень этой точки два, в данном примере. 0, 0, 1, 0, 2. И это есть свидетельческий уровень нашей контакции. то есть свидетельский уровень показывает на какой глубине находится как глубоко нужно идти нет, как глубоко мы погрузимся до того, как соберем большинство свидетелей если мы идем по задней спочке назад. теперь наконец мы можем спопулировать критерии для выбора лучшего родителя лучший родитель это тот из родителей который имеет самый высокий свидетельский уровень почему так? потому что как мы видели раньше мы должны строить главную спочку таким образом чтобы она притягивалась к области дега с наибольшей плотностью наибольно населенной свидетели мы должны идти именно туда она притягивается туда где есть свидетельский уровень показывает нам тот конец тега который наиболее близок к свидетелю таким образом когда мы добавляем каждую новую транзакцию мы должны среди всех родителей выбрать того родителя у которого самый высокий свидетельский уровень и назначить его лучшего родителя на основе свидетельского уровня но свидетельский уровень определялся на основе списка свидетелей которые были у родителя мы когда определяли свидетельский уровень мы искали тех свидетелей свидетелей или с точки зрения этой транзакции свидетели могут быть другие то есть мы выбирая как лучшего родителя транзакцию с самым высоким свидетельским уровнем мы доверяем тому что его свидетели такие же разумные разумные его список свидетелей такой же разумный как и наш что может быть инфа поэтому мы потребуем чтобы для того чтобы родительская транзакция могла претендовать на то чтобы быть родителем ее список свидетелей должен быть либо точно таким же как наш либо отличаться на всего лишь одну не более чем новую и то же самое мы потребуем от родителей родителей то есть лучший родитель лучшего родителя он определяется на основе списка свидетелей дедушка и он тоже должен быть совместимым с нашим то есть точно таким же либо отличаться на одном деле то есть мы потребуем чтобы списки свидетелей всех лучших родителей по главной цепочке были такими же как наш или отличались на одну позицию для для всех лучших родителей до какого-то момента когда мы уже уверены что до момента когда мы по консенсусу уже уверены и требования можно оставить вот то есть у лучшего родителя у него должен быть самый высокий родительский корни и его список свидетелей должен быть совместим с нашим окей теперь чтобы окончательно спроверивать критерии для консенсуса мы должны еще удовлетворять пару дней он должен достигаться за разумное время и он должен быть стабильным те транзакции которые мы считали упорядоченными они не должны перепорядочиться как-то иначе позже для того чтобы этому требованию будет мы потребуем от свидетелей еще пару вещей первое они должны быть онлайн 24 на 7 они должны часто постить свои транзакции потому что мы опираемся на них для того чтобы строить родную цепочку чем чаще они строят свои чем чаще мы видим транзакции тем быстрее сходятся те главные цепочки которые начали из разных точек из разных концов графа и тем быстрее соответственно они приходят к согласию и второе что мы потребуем от свидетелей это то что они постят свои транзакции только последовательно и вернусь на минутку к даблспенам здесь мы разрешали проблему выбора даблспенда когда кто-то пытался тратить ответ в два раза тратить нити но представим себе что какой-то пользователь даже не делает даблспен но постит две транзакции на двух разных и между этими его двумя транзакциями нет связи через это странно потому что каждый раз когда пользователь после своей транзакции подтверждает что он заявляет историю которую он видел раньше эта транзакция заявляет об одной истории эта транзакция заявляет другую историю это нормально следующая транзакция с необходимостью должна включать предыдущую между ними должна быть связь через родительские связи прямая или косвенная через другие поэтому такие транзакции которые непоследовательные мы их тоже будем отвергать точно так же как мы если они не появляются то мы применяем те же же критерии и мы в данной случае отвергнем эту транзакцию если даже она просто была способ не посвятить и возвращаясь к тому что мы требуем от свидетелей мы требуем чтобы они обязательно постили свои транзакции чтобы они не присутствовали на двух ветках одновременно потому что если такое случается то мы не можем решить как вы если господинцы ну они теряют доверие и да сейчас может по ходу если нет тогда в конце это важно поэтому мы должны подходить к их выбирать только тех людей и организаций которые мы верим что они могут что-то потерять если они нарушают обещание постить свои транзакции или только оставить и еще для того чтобы держать контроль у нас есть возможность их сменять потому что мы разрешаем список свидетелей между соседями транзакции различаться на одну позицию это позволяет нам свидетелей сменять если мы потеряли доверие к какому-то свидетелю то мы можем или несколько мы можем их по одному изменить сначала одного потом другого или если даже мы не теряли доверие те свидетели которые мы потеряли еще больше чем тем которые доверяют сейчас и для того чтобы стимулировать их жить постоянно онлайн мы добавляем небольшой стимул часть комиссий мы распределяем в пользу часть комиссий которые платят пользователей распределяются в пользу свидетелей вот теперь мы имеем алгоритм выбора лучшего родителя можем построить такое дерево с лучшим родителем и посмотрим как мы удовлетворяем тому требуемое что что после какого-то момента не должно происходить переупорядочивание у нас есть это дерево составлено из связи родителей их много веток одна из них самая длинная в данный момент и вы можете себе легко представить что это добавляет новая транзакция если она берет одним из родителей конец этой цепочки то именно этот родитель станет лучшим родителем потому что у него будет самый высокий свидетельский уровень все остальные цепочки будут короче у них будет более низкий свидетельский уровень на конце и это означает что когда граф растет есть большая вероятность того что он будет удлиняться цепочки которые и так же самодлинные нежели будут расти какие-то более старые отростки теперь мы знаем что свидетели мы требуем от них чтобы они постили свои транзакции и мы понимаем что свидетель он весьма ограничивает свои возможности попытаться нарастить что-то на старой части грамот если он попытается это сделать то он возьмет как у своего родителя какую-то старую транзакцию но он не может это сделать потому что если у него уже есть транзакция более новых данных потому что данных нарушит он не может игнорирует игнорирует свою собственную транзакцию которую он использовал раньше а если он ее нежелирует то он будет включать в список своих родителей и соответственно ему придется продолжать более длинную скотчку таким образом мы понимаем что с какого-то момента свидетели просто не могут наращивать более старые отростки они могут продолжать только самую длинную скотчку и это означает что у нас есть финальность с какого-то момента это главная скотчка она перестанут перегулять учиться неопределенность которая есть в более свежей части графа более старой она исчезает вот теперь у нас были майнеры а теперь валидаторы которые были валидаторами а теперь тоже валидаторы 12 капустов нет теперь у нас дех где валидаторы все в теории все валидаторы все полные валидаторы какая-то часть из них свидетели и правильный вопрос у них какое-то кажется выделенное положение а хочется подумать что между ними есть что-то общее между майнерами и свидетелями на самом деле общего довольно мало а если майнеры это судьи они решают какой транзакции быть включен блоком какой-нибудь то свидетели это только свидетели свидетельствуют историю для других пользователей на основе тех свидетельских показаний которые предоставят свидетель и правил если свидетели решают то если майнеры решают что такое транзакции то свидетели для всех других пользователей являются просто как уличными фонарями которые позволяют им найти путь для главной цепочки вокруг которой они упорядочивают все транзакции то есть они используются всеми пользователями для того чтобы построить порядок на график то есть они не субъекты которые активно принимают решения они объекты которые используются другими для того чтобы принять решение по паре контент вот в итоге это это алгоритм контент концепсусы который уже работает почти два года в системе байтл в адакшне в нем нет блоков нет майнеров нет посредников и для каждого есть свободный правный и беспрепятственный доступ к записи спасибо спасибо спасибо